А сейчас мы перейдем непосредственно к этому посланию. Я хотел, чтобы вместе составили, ну, я буду больше предлагать, может быть, вы в чем-то поучаствуете, пять проповедей на основании послания к Фессалоникийцам. Пять проповедей на основании послания к Фессалоникийцам. И мы начнем с первой главы. Первый раздел – это «Новая жизнь в ожидании пришествия». «Новая жизнь в ожидании пришествия», я бы так назвал. Первая глава, 8-й, 10-й стихи. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вот здесь я хочу сказать о том, и на основании этого текста можно сказать о том, что такое обращение. Вот 8-й, 10-й стих, вы прочитали, да? Они рассказывают о том, что вы обратились. Посмотрите здесь, как можно разбить этот текст. Какой вход имели мы к вам и как вы, первое, обратились к Богу от идолов. Далее, чтобы служить Богу живому и истинному. И далее, «И ожидать с небес Сына Его». Видите здесь три пункта, что такое обращение? Обратились от идолов, служение Господу и ожидание. Первое, это решительный разрыв с идолопоклонством. Обращение – это решительный разрыв с идолопоклонством. Верующие обратились от идолов. И мы вспомнить можем о фессалоникийцах. Думаете, фессалоникийцам было легко? Вы видели на карте, недалеко от города Фессалоники или Салоники, была гора Олимп. А помните, что было на горе Олимп? Там же жили так называемые греческие боги. И когда там молния была, гроза, греки думали, что опять Зевс гневается. Чем-то недоволен, и вот он посылает молнии свои на землю. И у них было много идолов. Им было очень непросто. Очень непросто было фессалоникийцам. Но они обратились к мертвых идолов. Всегда люди, когда приходят к Богу, они обращаются к мертвых идолов. И идолы могут быть разными. Это могут быть олимпийские боги, но это могут быть другие боги. Что происходит в прошлом? Мы решительно обращаемся к разрыву с идолопоклонством. Это прошлое. Какие сегодня идолы бывают? Могут быть деньги, да? Это могут быть кумиры, какие-то люди. Это может быть власть. Это может быть работа или карьера. Человеку надо пожертвовать работой. У нас один человек обратился, был депутатом парламента, обратился к Богу, стал членом нашей церкви. Второй раз его не избрали уже, все. Его вычеркнули из списка. Он в баптистскую церковь ходит. Он не смог. Он был способным человеком. Если бы были выборы честными, он прошел бы. Но он обратился к баптистам. Все. Он вынужден был пожертвовать своей работой. Для кого-то компьютер может стать идолом. Мы знаем людей, которые сейчас пишут часто о подростках, которые сидят при компьютере и чуть не умирают. И одного подростка родители забрали компьютер, он выбросился через окно, чтобы в компьютерный клуб куда-то сбежать. Просто не могут жить без этого. Обращение означает разрыв с идолами. Семья или, скажем, алкоголизм, человек пьет в семье. Это тоже идол. Обращение означает разрыв с прошлым. Решительный разрыв с прошлым. Астрология, гороскопы, суеверия. Когда человек обращается, он... Материализм тоже самое. Конкретно. Материализм. Материализм. Мышление это материалистическое. Цель. Какие еще идолы? Ну, по сути, вот этот материализм, эти заботы, это главное сегодня, наверное, да? Да, да, да. Что нас привлекает, чего нам трудно оторваться. Обращение связано с прошлым. Мы решительно разрываем с прошлым. Но обращение связано с настоящим. Второе. Чтобы служить Господу, написано. Чтобы служить Господу. Это настоящее. Обращение включает в себя служение Господу. Мы не просто отрекаемся от старой жизни. Мы входим в жизнь новую, входим в служение Богу. Как оценивать служение церкви? Иногда мы говорим, вот столько человек покаялась, как Бог благословил, столько человек крестили. Но оценивать надо результаты работы. Не тогда, когда покаялись. И не тогда, когда крестили. А через года 2-3, когда мы видим, что эти люди активно трудятся в церкви. Вот это истинное обращение. Если человек плакал, молился, выходил вперед, даже принял крещение, это еще не обращение. Настоящее обращение, говорит апостол Павел, обратились, чтобы служить Господу. А если этот человек через 2 года не принимает участие в служении, да сразу же после обращения, разве можно говорить о том, что он обратился? Это частичное обращение, это не полное обращение. Истинное обращение связано со служением Богу. И третий пункт, с чем связано обращение, посмотрите. Обратились, чтобы ожидать. Ожидать с небес Сына. Истинное обращение связано с будущим. В прошлом разрыв с идолопоклонством. В настоящем активное служение Богу. В будущем терпеливое ожидание Христа. Ожидание. Ожидать значит быть готовым, значит смотреть в будущее с терпением и уверенностью. И ожидать, это не просто сидеть сложа руки, это трудиться. Кто-то из вас может служил в армии, знаете, что такое, когда ожидают великого начальника, высокого чина какого-то в армии. Как солдаты ожидают? Они не сидят сложа руки, даже травку красят. Есть такой интересный мультфильм про одного солдата Степочкина, который хотел стать десантником. Вот и он попал в десант, его заставили красить травку, потому что генерал должен был приехать. Вот потом генерал приехал, так заметил, посмотрел, что там молодой солдат делает, говорит, не так. Мы в свое время не так делали. И генерал показал, как они красили. Потом так показывают в мультфильме. Травка разукрашена в цвета одежды. Вот такая есть маскировочная одежда, когда разные зеленые, темно-светлые цвета. Вот иногда красят военную технику так или покрывают. И вот генерал покрасил травку вот такими разными зелеными цветами. Вот так ожидают начальство, когда начальство приедет. Ожидают терпение, ожидаем Сына Божьего. И вот здесь апостол Павел говорит об этом. Для того, чтобы служить Богу, нужно ожидать с небес Его Сына. Нет ожидания, нет служения. Вот труд бесполезен, тщательно без ожидания Сына Божьего. Первое проповедь. Новая жизнь в ожидании пришествия. Второе. Четвертая глава. Я сразу перехожу к четвертой главе. Первой и седьмой стихи Фессалоникийцев. Призыв к чистоте. Апостол Павел умоляет поступать и угождать Богу. Вот как Господь, как это сделал Господь. Вот как Господь призывает к чистоте. И он здесь пишет. Просим и умоляем вас Христом, чтобы вы приняли от нас, как должно вам поступать, более в том происпевали. Вы знаете заповеди, ибо более Божией есть освящение ваше, чтобы вы раздерживались от блуда. Чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Эта проблема была когда-то в Фессалониках, и она же есть у нас сегодня. Распутство, грех и призыв к чистоте. И вот здесь я бы поделил проповедь на два основных пункта бы сделал. Ну, третий это уже как последний или как своего рода заключение. Поделил бы на два таких момента. Вот если вы прочитаете внимательно текст этот, какие два раздела вы здесь бы заметили? Здесь две группы людей. Представлены две группы людей. В пятый стих. Они в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Есть язычники и есть верные люди. И вот здесь, если мы говорим проповедь на основании этого текста, мы можем ее поделить на две части. Первая часть. Вот один. Вот мы сделаем так. Отношение к сексу язычников. Но об этом даже говорить много не надо. Реклама, телевидение, газеты, распутство. Секс, секс и секс. Все на этом построено. Чтобы продать машину, нужно полураздеть женщину, посадить на нее, показать рекламную фотографию. Или зубная паста. Что угодно. Все построено на мотивах, заметьте, таких вот сексуальных. Очень многое построено. Отношение к сексу язычников. Секс это как пища, они говорят. Тело, желудок для пищи, тело для блуда. Так говорили язычники. И это было во времена апостола Павла. И в наше время тоже происходит. Что-то изменилось. Не сильно изменилось. Красивее, блестящее естество. Все тоже осталось. Это отношение язычников. Второе, апостол Павел говорит. Отношение христиан. Освящение или воздержание. Вы другие. Вы поступаете не так, как эти язычники. Святость и чистота. Соблюдать свой сосуд. Соблюдать свой сосуд значит контролировать свое тело. Властвовать над своим телом. Потому что наши тела это божьи сосуды. Властвовать над своим телом. И здесь апостол Павел показывает два пункта, может быть, подпункта нашей проповеди. Первое, это воздержание от блуда. Второе, святость и чистота. То есть, христианское учение состоит, во-первых, в том, что мы чего-то не делаем. Мы воздерживаемся от чего-то. Во-вторых, в том, что мы практикуем чистоту, святость. Ну, активная практика святости. Мы делаем что-то хорошее. Святость и чистота. Чтобы вы поступали свято и чисто. Ясное и четкое разделение. Мир и христиане. Ну и последним пунктом я бы сделал наказание за грех, потому что здесь апостол Павел так хорошо говорит в конце, что Бог наказывает, призвал, потому что Господь мститель за все это. Или же вот даже лучше будет окончание наказания за грех, может так тоже можно сказать об этом, но еще лучше седьмой стих закончить. Призвал нас Бог не к чистоте, а к святости. Чем закончить проповедь здесь хорошо? Призывом к святости. Бог призывает нас к святости. Вы другие люди, вы должны вести себя иначе, потому что вы совсем другие, вы не такие как все. Ведите себя соответствующим образом. Бог призвал вас к чистоте. Исследуйте этой чистоте. И вот короткий текст Писания и такой короткий ясный план проповеди. Проповедь на основании четвертой главы. На основании первых стихов четвертой главы. Вот уже два плана проповеди по посланию к веселонтийцам у вас есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok